Итак, приветствую вас дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 Aspect для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами последний чемпионат гонки, точнее даже, закрыли. Это легенду, значит, Серебряной Стрелы, вот на этом вот CLK-шечке 55-м. Вот, и, собственно, у нас, ну это я имею ввиду Amateur League, Лигу, и остались у нас только самые свирепые чемпионаты там, самые долгие, мощные, вот. Ну и, собственно, в этой серии мы в один из таких пойдем. Собственно, в прошлой серии мы с вами почти половину ее готовились к одному из таких, а именно GT All Stars. Но, в связи с вновь поступившей, так скажем, информацией свежей, я немножко изменил нашу с вами траекторию следования, вот. И мы пойдем не в GT All Stars, а в Japanese GT Car Championship. Почему? Потому что за GT All Stars, как мне сказал один из подписчиков, а именно ROX, спасибо тебе. Вот. Там дают машины непрокаченные, обычные, дорожные, поэтому... А в GT чемпионате, в японском, там дают машины именно GT-шные, GT 500 класса. И мы тогда сделаем так. Сейчас мы на вот этом вот CLK. Даром наши труды прошлой серии не пройдут, мы именно на нем пойдем туда. Соперники там, в принципе, такие же, плюс-минус, те же японские тачки класса GT 500. Вот. Поэтому пойдем туда, там заработаем какую-то из японских этих машин, и уже на ней пойдем в чемпионат GT All Stars. Вот. Вот так вот сделаем. Берем, значит, наш DTM-овский агрегат. Кстати, поездил я там немножко на нем, и надо его чуть-чуть модифицировать. Готовьте, серия будет очень длинная. Я не знаю, 10 заездов, 10 трасс по 5 кругов. Ребята, это вам прям надо запасаться пельменями, там, салатами, борщами. Мы учаем всем чем угодно. Серия будет, я думаю, под 2 часа опять. Мы уже один такой чемпионат проезжали, и было долго. Делить серию я не буду, какая разница. Те, кто не захочет ее за раз посмотреть, сам ее поделит там, где ему захочется. Так, в общем, я там поездил, и вот этой резины Medium, которая у нас стоит, не хватает до конца трассы, до конца гонки. Она буквально за, ну, я говорю, 5 кругов, там, за круг до финиша, она полную негодность. Передняя резина приходит. Поэтому давайте возьмем на одну ступень пожестче комплект. На особой наповорачиваемости это не должно сказаться, но как раз вот этого кружка должно хватить, потому что иначе сражаться там просто невозможно. Ну и, собственно, все. Масло мы меняли, еще в прошлой серии. Теперь у нас 465 лошадей, и мы вполне на уровне наших соперников. Возрадуйтесь те, кто, может быть, мечтал скрестить машины ДТМа и GT500 между собой. Я знаю, что есть даже в реальной, так сказать, жизни давно уже мысли такие, и не у самых простых дядек скрестить два этих чемпионата. Так, здесь денег, правда, дают поменьше. Там у нас по 25 тысяч дают за победу. Здесь всего 15. Ну, зато машина здесь лучше. Ничего страшного. Если честно, сам не представляю, что нас тут сейчас ожидает. Вы просто гляньте, 10 трасс, 10 трасс. Это просто целая вечность нам предстоит с вами. Ну что же. Надеюсь, вы будете за меня болеть. И с вашей поддержкой все получится. Вот. Фу, приступаем. Ладно. Кошмарики. Я просто изгой здесь. Немец в Японии. Ха. В японском чемпионате. Так. На стройках мы убирали все помощники. Смотрим на наших соперников. NSX есть. Второй NSX. Кастрол Арта, Калсоник Скайлайн, Кастрол Том Супра и еще один ГТР Локтайт. Зиксель. Короче, два ГТРа, Супра и два NSX. Кастроловская. Классическая Супра, скажем так. Фу. Ладно. Квалификацию ездить не будем, потому что это вообще рискует тогда затянуться очень намного. Вот. Благо у нас, в принципе, машины очень близки по техническим характеристикам. Ну что же, вперед. Вперед, друзья мои. Ух, как они уезжают вперед. Аж страшно. Но это только на старте. Вообще, ну, о технических характеристиках рассуждать мне в этих двух чемпионатах не очень удобно и не очень правильно, потому что я плохо разбираюсь, что в том, что в другом чемпионате. В тонкостях его. Благо на канале есть люди, которые в этом шарят. Но, даже не особо разбираясь в этом, я понимаю, что эти машины очень близки, на самом деле, по этим самым техническим характеристикам и по аэродинамическим. Что касается там спортивных правил, тоже, возможно, они достаточно близки, потому что, ну, в гонках, где достаточно близкие технические характеристики в двух чемпионатах, я думаю, спортивные тоже должны быть примерно такими же. Может быть, конечно, тут есть нюансы в настройках двигателей, в их там компоновке и прочее, но это уже, если честно, мелочи. Мощность примерно одинаковая, вес даже, вот, мы можем судить по тому, что мы сейчас имеем. То есть, даже мы вот с вами смотрели, что наш Мерин весит тонну, да, лошадей у него примерно 450, ну, примерно. Вот, так же, в принципе, и в GT500 вот этих машин у них чуть-чуть они мощнее, но и чуть-чуть тяжелее. Там, ну, вот, Мерседес тонну, тонну весит, а вот эти товарищи GT500, они 1100, я так думаю, у них, наверное, минимальный вес, потому что меньше веса нету, а больше чуть-чуть есть. Вот, в частности, Супра весит 1100, а NSX 1100, нет, Супра весит 1150, а NSX 1100, вот так. Соответственно, отсюда возникает закономерное желание свести эти чемпионаты в очном поединке. И это было бы, конечно, круто. Япония против... А-а-а! Против Европы. Ну, опять же говорю, я думаю, что в комментариях люди напишут, те, кто в этих чемпионатах кузовных разбираются, и, может быть, в следующей серии я вам что-то расскажу. Ай-яй-яй-яй-яй, поподробнее. Потому что следующий чемпионат GT All-Stars, по сути, он будет с соперниками примерно теми же. Так, вот я смотрю, на поребрики лучше не заезжать. Мерседес их что-то очень не любит. И сразу скользит на них. Так, не забываем про то, что у нас резина здесь и стирается. Собственно, мы для этого и поменяли на более жесткий комплект. Супра и здесь у нас лидирует. Правда, Супра это немножко другая. Кастрол, они даже чуть-чуть отличаются. Супра Кастрол от Дэнса. Супра. Своими характеристиками. Кастрол, по-моему, послаблен немножко. Ну вот, смотрите, напрямую один в один идем. С GTR. Напоминаю, что мы с вами наш Мерседес никак не усовершенствовали абсолютно. Только поставили другой комплект резины. Более жесткий. И в прошлой серии мы только заменили ему масло. Все. Все остальные его характеристики остались неизменными. Вот как он есть. Какой он. Ну, не по заводу, а по его характеристикам, соответствующим его родному чемпионату. Так мы и едем. Спокойно, спокойно. Опа! Кто это у нас тут вылез? GTR, смотрите-ка. Морду свою показал. Вот это да. Неожиданно. Что-то NSX-ы пока куксятся. Ух ты. Это не случайность. Ты даже чуть-чуть сбросил Супру. Блин, интересно смотреть тоже на сражения между ними. А то в итоге окажется сильнее, кто будет нашим основным соперником. Я бы вот до начала заездов, я бы сказал, что, наверное, NSX. Но я смотрю, что NSX-ы почему-то не блещут. По крайней мере, пока что на этой трассе. И кто-то... Ой, смотрите, как кто-то отстал. Очень сильно. Интересно, кто бы это мог быть? Вроде бы все машины примерно одинаковые. Да еще и каждой твари по паре. Может, была ошибка? Я еще параллельно тем, как еду сам, еще и, по сути, как комментатор, да? Комментирую еще и гонку. Еще же беспристрастно причем. Да нет, конечно, пристрастно. За кого я еще могу болеть? Конечно, за NSX. За свой любимый. Да. В общем, я надеюсь, что по ТТХ обоих чемпионатов раскидают мне в комментариях Януш Немирович либо Алекс Вульф. Они у нас тут основные эксперты по части кузовных гонок. Так, ну вот, слава богу, сбросили немножко. Тож прямо в каждом повороте, блин, они кусали. Что же за такое-то, а? Вы смотрите-ка, вот это реально неожиданно, что Геттер держится на втором месте. Причем даже не... Пензойла тут нету. Хотя странно. Ну, Зиксель. Так, все равно передние колеса стираются быстрее. Ну, пока все замечательно. Пока все хорошо. Я усталости покрышек не чувствую. Едем пока на максимум возможного. Вот, еще лучше круг показали. Отлично. Чуть-чуть подоторвались еще. Ну, я был удивлен. Мы, получается, с вами в прошлой серии тестировали на покрышках Medium, да, в лагуни Секи ехали. И там те же пять кругов были. И покрышки отлично выдержали дистанцию. Может быть, тут учтена еще и абразивность асфальта. Такие характеристики. Это было бы вообще шикарно. И я думаю, что действительно он тут есть. Потому что городской автодром, самым мною такой, не то, что нелюбимый, ненавистный, а просто он для меня самый сложный. Это Сиэтл, да? Там реально ощущение, возможно, это не ощущение, а действительно оно так и есть тогда уж, если на то пошло, что там асфальт очень гладкий. Потому что там машина, ну, серьезно, она там скользит. И скользит гораздо больше, чем на, крайне мере, стационарных автодромах. И даже на других городских. Вот. Во-первых, мы там едем вечером на закате. И уже асфальт не такой прогретый, да? Если уж совсем углубляться в характеристики трасс. И, возможно, даже разработчики это учли. Это было бы просто шикарно. Что асфальт остывший. Соответственно, машина не так хорошо цепляется за него. Покрышки остывают. Так, ну что же. Начало было достаточно напряженным, но выиграли, я бы сказал, достаточно легко. Но это лишь первая гонка. Надежд тут я абсолютно никаких не питаю. Это прям. Тем более, а Гранд Волей. А у нас тут будет аж три городских автодрома, на которых я не очень хорошо себя веду. Ах ты, смотрите-ка! Кастрол все-таки вышла вперед на последнем круге. Уделала Дикселя. Ладно. Значит, она у нас пока ближайший конкурент. Ну и так, по темпу кажется, что она так и будет. Блин, за NSX даже обидно как-то. Только четвертый и шестой. Видимо, в начале двухтысячных NSX они блистали. В гонках GT. Хотя, опять же, не знаю. Судя по, например, той же второй части Гранд Туризма и даже по первой, NSX достаточно сильные соперники. А тут что-то ожидаешь от них большего, но как-то они слились. Фу! Так, ладно. Приятно начинать с победы. Погнали дальше. Дальше у нас, по-моему, что-то городское идет. Рим. Если я правильно помню. Да, черт возьми. И вот здесь уже могут быть проблемы. Так, еще и куда он? В обратку или прямо? Если прямо, мы еще переживем. Так, ладно. Здесь сейчас за резиной последим. Вот, считай, у нас на первой гонке передние колеса ну, такими, оранжевенькими стали. Задние, в общем-то, остались желтыми. А, еще что я хотел проверить. Можно ли здесь разную резину ставить на переднюю и заднюю ось? Потому что сейчас посмотрим, как здесь будут стираться покрышки. Если так и продолжится, что передние стираться будут больше, а задние вполне себе нормально, то можно будет назад поставить более мягкий наш комплект, а именно медиум. вот, и так, хорошо, что прямо у нас 3. Эх, не заметил я кастрол, она с первой позиции стартует. Может, именно поэтому, блин, она сразу в лидеры выбивается. Так, спокуха. Главное, блин, не развернуться. Что я говорил, Мерседес достаточно стабильная машина, но и на нем можно, конечно, вертануться, потому что это все-таки гоночный агрегат, очень мощный уже, заднеприводный. И в медленных поворотах на выходе из них надо быть предельно аккуратным. А куда это ты лезешь-то, а, парень? Так, хорошо накатили. Полидируем немножко, ты не против? Вообще, как в этих гонках, вот, например, ДТМ, GT500, это как, легально? Там можно ставить разные комплекты резины на разные оси. Или, может, вообще стороны. Потому что, например, в тех же формульных гонках так делать нельзя. Хотя, раньше это где-то в 80-х еще, да? Можно было не то, что там на одну ось ставить разные комплекты, а даже на одну сторону. То есть, могли на разных сторонах болида стоять разные комплекты резины. На левую сторону, например, можно было поставить хард, а на правую медиум. Ну, например, в какую сторону больше поворотов, да? То в противоположную сторону можно было обуть в более жесткий комплект. Ну, потому что внешняя же сторона больше нагружается. И, кстати, это было прикольно. Я думаю, что зря это правило отменили и запретили так, в смысле, делать. было бы очень интересно. Сейчас вот большинство каких-то тактик-обгонов мы видим как раз из-за разницы в выборе резины, да? А тут вообще был бы простор. То есть, какие-то машины жрут резину быстрее, какие-то медленнее и дай командам возможность вот так экспериментировать было бы еще интереснее. Если уж совсем упарываться, можно было бы даже какое-то правило ввести, типа там обязанные каждая команда не только раз за гонку использовать какой-то один комплект обязательный, но и на одну сторону, например, своего болида поставить какой-то один комплект обязательно. Таким образом обязать команды на два пидстопа. Причем это было бы вообще интересно. что-то такое. В общем, дать немножко послабления. Воу-воу! Ничего себе! Заговорился я. Проморгал. Что ты тут примеряешься? Ох, искры уже летят. Ну да, эти машины уже очень низкие, конечно. И искры регулярно выбивают. Так, супра, супра. А ее преследует даже не Зиксель, а Колсоник. Ё-моё. Так, слушай, я тебя бодану. Да, вот, в Риме сражение будет гораздо более плотным. Ну, давайте кто-нибудь, пройдите кастролы. так вот, кстати, в Риме, по-моему, резина меньше страдает. Опять же, городской автодром, держак тут меньше. Ну и скользит машина больше. Особенно это заметно в медленных поворотах на выходе. И стирается, по-моему, более равномерно. машинка просто прекрасная. И это независимо от того, выиграем мы этот чемпионат или нет. Мерседес шикарно стоит на дороге. Это еще, конечно, после Вертига мне аукается, потому что на Вертига было гораздо сложнее ехать. Возвращаясь к правилам вот этих двух чемпионатов, я же так понимаю, что в обоих из них и в ДТМе, и в чемпионате собственно Гран-Туризма монококи-то уже карбоновые или пластиковые что там, что там. То есть, по сути, машины-то уже кузов здесь ну, чисто номинально похож на те свои реальные дорожные образцы, которые якобы тут ездят и они представляют просто, чтобы ну, быть на них похожими просто. Просто дань такая. А так это по сути уже такие прототипы гоночные с обвесом похожим просто. Так, ну что же, опять супра, опять супра, колсоник третий, два NSX вообще последний. Чё-то мне обидно за них всё больше становится. Так, надо, наверное, супрочку где-то постараться закосячить, если будет возможность. Так, ага, Зиксель всё равно пока что третий. так, две победы. Фух. Ну, напряг жёсткий. Я вам прям отвечаю, у меня вот руки вспотели. Фух. Так, погнали дальше. Чё у нас там? Мидфилд, по-моему, нет. Да, помню. Так, а нет, с первой позиции стартует у нас Зиксель. Кастрол сейчас вторая, но, видать, стартует лучше. Так, знаете, чё? Всё-таки у нас покрышки на передней и задней осях стираются достаточно по-разному. И давайте всё-таки попробуем, можно ли тут вообще так сделать. Так, на заднюю ось тогда поставим медиум. Так, медиум, медиум, Т5. Чик. Можно, да? Во! Значит, можно. Ну, по крайней мере, в игре, видите, на разные оси. Ну, в игре-то, как бы, я и не сомневался, в общем-то, что так можно делать. В предыдущих частях так можно было. так, надеюсь, блин, не перемудрил. И они у меня не сотрутся раньше времени. Ладно, посмотрим. Вопрос-то, собственно, в том, можно ли в реальности так делать. на разные оси, разные по составу комплекты резины ставить. Помните, как-то было пару лет назад, по-моему, в 16-м году, когда еще Ботас за Вильям съездил. Как раз-таки в Бельгии ему одно из колес поставили не того комплекта. По-моему, задняя там и задняя правая вроде бы даже. И за это ему дали штраф. У него все три колеса остальные были софт, а одно вот заднее было медиум с белой маркировкой и было прикольно смотреть за машиной. Так, что-то или мне кажется самовнушение блин работает или что. Такое впечатление, что машина стала хуже поворачивать. Тихо, 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 да урод, сейчас же развернешь, блин. Ну, ё-моё, вот это самое дерьмовое, когда вот так вот разворачивают перпендикулярно забору. Ох, блин. мидфилд. Нельзя на таких трассах, блин, очки терять. На таких трассах надо выигрывать. Терять только там, где это на это рассчитываешь, чёрт возьми, а. Чё-то реально у меня такое впечатление, что как-то я разбалансировал этим самым машину. Ладно. Надо сейчас выкнуться чуть-чуть. да, нет, вроде бы, наверное, самовнушение всё-таки сработало. ничего такого уж слишком страшного тут нету. Ай, главное, блин, в медленных поворотах не тупить. А, есть. Вытянули четвёртую позицию прям напрямой. Так, один NSX всё равно последний доедет. Да вы чё, ребята? Как так-то? Я за вас переживаю. Чёрт возьми. Так, давай, Зексель, давай, сражайся с Супрой. Отбирай у неё очки. Надо, надо, малыш, надо. Надо поработать на Mercedes. Ой, как, что-то вот в этот поворот прям сложно входить. давай, 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 накатывай, накатывай на Супрочку. Вот, а всех оторвались. Предпоследний круг. ух ты, красавец, перекрестил. А мы ещё раз перекрестим. Ай, ай. да, да, ты смотри, какой настырный. Тихо, 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 тихо. Больше разворачиваться никак нельзя. давай, 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 давай. Давай, родной. Так, чё ты, спёкся, блин, Зиксель. Подотстал. Слушайте, ну сработало. Во-первых, на этой трассе ещё меньше абразивности у нас даже передние колёса до оранжевых не дошли. Ну и задние держатся. Я боялся, что медиум сотрётся гораздо быстрее. Были переживания, по крайней мере, некие за это. Ааа, поребрик, чёрт, вообще не любит он поребрики внутренней, не ай-яй-яй-яй-яй, всё, упустил. Упустил. Блин, 72 тысячных. Ага. Вот здесь надо было выигрывать, здесь надо было по-любому выигрывать, чёрт возьми. Это вот мы потеряли очки там, где не должны были терять. Это была наша трасса. Ааааа. Не, это не из-за резины произошло. Это просто недостаточно аккуратно ехал. Аааа. Так, ну что же, снова между нами четыре очка всего. Плохо, плохо. Это прям плохо. Здесь я реально на победу рассчитывал. Так, ну ладно, что, поехали дальше. Я тут что-то аналогии провёл. Мы сейчас как Феррари, блин. Вот Феррари должны были, просто обязаны были Сингапур выигрывать, желательно дублем. Но нет, слились опять и там. И мало того, что слились Мерседесом, ой, ещё и слились Редбулом. Вообще 10 очков потеряли. Ух ты, смотрите, как разноцветно горят. Фары прикольно. Так, Р5 у нас. Р5. Ну, Р5 хоть и городской автодром, но в принципе. Ой, в обратку. Ладно. Кастрольчик. Ох, вот эта эсочка тройная. Там интересно чувствую будет. Ай! Так, спакуха, 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 спакуха. блин, кострол, да ты чё, да ты чё? Блин, Нельзя быть такой быстрой. Ооу. Ошибки? Ошибки, это хорошо. Ошибки, это хорошо. Блин, подруга, тебя бы закосячить, Чтоб тебя, вон, колсоник обошёл, но ты ж, блин, такая быстрая, ты его быстренько обратно сожрёшь. Прямо здесь что-то намного быстрее, я смотрю. Аааа! Так, тут аккуратно, надо аккуратно. Блин, медленные повороты это не наша тема. Блин, могло быть уже 12 очков преимущества. А раз, чуть-чуть размен позиций, вместо 12 вообще 4. вообще шикарно просто, блин. Ладно, надо тогда здесь брать победу в любом случае. По идее, да, R5 наша тема. Но будет ещё и R11. Вообще много ещё чего будет. Это у нас какая только четвёртая трасса. Ещё и половины не проехали, а у нас уже серия, блин, 40 минут идёт почти. Так, ну хоть радует, что здесь мы сильнее супры. В общем-то, отрываемся. Ну и она, вот гляньте, как отъехала от всех. Блин, а какую шикарную гонку провёл Сироткин в Сингапуре, ё-моё. Я не знаю, те, кто не смотрел, посмотрите, это лучшая его гонка в сезоне была. За карьеру, конечно, не скажу, потому что в карьере у него гораздо были более... Ну, я не знаю, как насчёт яркие, но успешные, скажем так, гонки. Как он, блин, он просто реально, в Сингапуре он сделал гонку. Если бы не он, не было бы борьбы на трассе вообще, просто вообще не было бы. Причём я реально не передёргиваю. Ай-яй-яй-яй-яй, это ж надо... Он такой за собой паровоз собрал там за счёт тактики. Машина у них вообще в Сингапуре никуда не ехала. То есть они были там более чем на секунду медленнее даже ближайшего соперника своего, а это там Вандорн. Ё-моё. Но вот за счёт тактики, за счёт того, что они хотели с одним пидстопом с Сироткиным проехать. Все те, кто впереди ехали и останавливались на пидстопе, они неизменно выезжали позади Серёги и утыкались в него, и он там как лев просто сражался, держал всех. Благо трасса не шибко обгонная, обгонять сложно, но и сам он, конечно, красавец. То есть на такой слабой машине такую там толпу, такой паровоз сдерживать, это многого стоит. Так что шикарная гонка. Первый те, кто был за ним, это был Перес. А, Перес на новой команде Force India, ну новая это в кавычках берём, конечно. Он седьмым квалифицировался, лучшим из остальных он был, ну я не знаю, на три, не на три, но на две с лишним секунды точно быстрее. То есть это колоссальное преимущество у него было, и он, ну я не знаю, две трети дистанции ехал позади Серёги и не мог ничего с ним сделать. Орал там, кипятился постоянно, радиопереговоры его там показывали, давали послушать. Он там на говно исходился, что видите ли, почему это его Вильямс и конкретно Сироткин не пропускает. Кто тебя нахрен должен пропускать? Ты где парень вообще участвуешь? В гонках или кто? Вот. У тебя более мощная, гораздо более быстрая машина, бери и обгоняй. Никто тебе там против правил Серёга себя ни разу не вёл. Поэтому можешь обгонять. Ну и всё-таки где-то там терпение видать у Перес окончилось и он полез всё-таки в атаку на Серёгу. Так вот делать не надо. Мильных поворотах на последнем то круге. И они реально они бок о бок проехали там ну несколько поворотов. То есть постоянно перекрещивали. Серёга контратаковал Перес там. Ну реально полез уже в атаку. У него гораздо более свежая резина была. Вот. И в какой-то момент опять в очередной раз Серёга перекрестил и преимущество должно было быть на его стороне. Следующий поворот левый и Серёга был внутри. То есть слева находился. И Перес ну видимо понял это. Ему уже надоело смотрит что и обогнать то толком не может. Серёга реально сражается как лев. И просто напрямой Перес берёт и въезжает в бочину. Просто видно как он повернул. Ехали машины бок о бок. Серёга не шелохнулся с места. И Перес ему в бочину въехал. Я такого давно не видел. Реально. Попов бедный аж. На что он спокойный всегда и такой ко всем пытается относиться одинаково. Он закричал да что это за дебил такой. Как так можно ехать. Вот. И в общем Перес пропорол себе же резину. Слава богу что Серёга там пострадала у него бочина. У него элементы оперения какие-то отлетели. И резину он убил в этом сражении с Перцем. Но пострадал в общем больше Перес. Ха-ха-ха. Вот так вот. Ну и дальше продолжил Серёга в принципе в том же манере. Там Грожан потом подъехал. Тоже сражение было великолепное у них. А Грожан когда к нему подъехал начал Серёгу атаковать. В этот момент ещё круговые подъехали. На круг обгонять как раз лидеры Хэмильтон и Ферстаппин. Они между собой боролись. В общем там такой замес был. Грожан в итоге штраф дали за то что он игнорировал синие флаги. Реально там вот так всё было. То есть там в один момент практически 4 машины в ряд было. Причём две из них круговых а 2 лидирующих. И за счёт этого борьба за лидерство обострилась. Ну в общем я говорю Серёга сделал гонку ещё и лидером. То есть обострил борьбу за лидерство. Вообще красавец просто на всех этажах просто смог затащить. Ну в итоге в этих сражениях он резину всё-таки убил. Тактика не удалась до финиша доехать. Зазвали его ещё раз в боксе и в итоге он приехал конечно последним. Но в этой гонке он мог каким угодно приехать. Мог блин даже сойти это бы уже ничего не изменило. То есть реально все гонщикам дня там ну там же голосование у нас идёт походу прямой трансляции. И гонщик дня по-моему Ферстаппин что ли был или Алонсо Ферстаппин по-моему сделали. Но все потом говорили и многие в интернете и не только русские и журналисты и прочее что до гонщик дня Сироткин однозначно вы чё какой Ферстаппин вот поэтому отличная гонка что для Сингапура не очень свойственно но герой у неё реально один по сути вот и Стролу Сироткин позволил достаточно высоко финишировать пятнадцатым потому что пока он там оборонялся от всех этих товарищей там паровоз этот сдерживал то строл смог оторваться и после своего пистопа выехать впереди в общем-то этого паровоза всего и так и финишировал впереди ну плюс там Перес самоустранился горожан так пятиминутка Формуле-1 давайте её немножко прервём вот мы в лагуне Секи значит где вот вчера мы и тестировались благо Супра пока удалось её сдержать не тащит и это хорошо валит пока Зиксель надо его догонять тоже делать желательно чтобы он продержался так блин я за собой тащу всю эту вереницу Зиксель ты давай там держись парнишка ох вот она сейчас накатит НСХ тут в какой-то веке проснулся ну давай сможешь Супра оболванить сомневаюсь ай-яй-яй плохо прошёл плохо если честно меня даже не особо сейчас Зиксель волнует главное ой отлично не без нашей помощи но ещё и НСХ смог её делать ну я думаю его Супра достаточно быстро назад сожрёт ладно смотрите если мы сейчас вот так финишируем допустим я вторым Зиксель выиграет я второй Супра третья мы у неё всего 2 очка в таком варианте отыграем а даже если мы сейчас пройдём Зиксель и она пройдёт и мы финишируем первым и вторым я 4 очка отыграю поэтому его надо проходить в любом случае хватит косячит Супру надо ехать вперёд зарабатывать максимальный результат ух ты блин НСХ держится красавец ай-яй-яй-яй так нельзя подпрыгивать спокуха 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 Зиксель молодец тут он прямо лупит медленные медленные повороты не наша тема всё ошибся видать НСХ ох ты молодец контратаковал отлично блин я прям болею за него давай товарищ давай умница молодец тащит тащит из последних сил тащит так 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 нет 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 не вылететь а вот это я ему закосячил конечно ладно у нас у самих то задача еще не выполнена ё-моё надо делать зикселя еще боюсь я все-таки этих медленных поворотов тихо 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 спокойно знаю не любишь поребрики знаю что делать резина вот здесь почему-то чувствуется что она подсела что-то тут эти скоростные повороты и она должна на максимум просто работать нет 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 держись последний гадский поворот давай 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 разгон разгон пошел 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 все отлично просто какую-то контур-удар да супра какая она четвертая по моему есть nsx просто красава ты просто герой этой гонки вот кто герой вот молодец удержал удержал такого соперника позади у вы гляньте какой просто мощнейшим и просто молотом и как говорят хэмильтона хаммертайм вот это был наш хаммертайм 7 очков отыграли отлично я прям действительно рад сколько у нас сейчас 13 15 вот это это была такая прям хорошая гонка мощная главное теперь не просохатить это преимущество потому что это прям был подарок у вот на этой гонке я прям вспотел блин надо было чай какой-то сделать без питья как серега сироткин сложно ехать фу о супер спиду и да ладно да это должна быть вообще easy win здесь прямо я думаю сейчас мы еще увеличим отрыв так это шестая гонка да короче это только половина все равно ребят это только половина вот только вторая половина начинается с этой гонки ну и она начинается надо сказать хорошей гонки сам надеживающий что здесь я говорю здесь они что-то вообще не умеют ездить и не думаю что гоночные аппараты здесь принципиально едут по-другому все равно они здесь с дуются ну и все таки наша вот эта тема с резиной работает задняя более мягкая она не убивается уж так быстро она убивается теперь наоборот очень равномерно так как это ну это самое нормальное прям почти идеальный вариант поэтому нет какого-то дисбаланса на последних кругах и это практически не замечается и и можно атаковать до самого до самого финиша вов смотрите к нсx прямо обновление что ли получил какие-то прям новая жизнь вдохнулась в тебя парень чё себе так зачем я затормозил заговорился это называется вот здесь кругов по 35 секунд 36 привет это я давай нсx давай у тебя еще конкурент появился тут изи да да тут все кроме кто кого-то одного а нсx 1 да блин опять и тут торможу чё за дурацкая привычка да встань ты в слепстрим чё ты сбоку едешь придурок ха-ха-ха немножечко потерял управление так лидеры вообще он у нас азиксель вышел ну чё сможешь ты в одного тут лидерах продержаться а парень ага вот уже и супра здесь отыгралась за круг просто план и строй там гурьбой едут победу может любой из них одержать главное нам победить пора отъезжать от их сумятицы за кадром но не застучатся их нужно не застучать их не застучатся кормах не застучатся держится более или менее а тут вот кстати да очень стираются колеса по-другому здесь у нас считай постоянно страдает только правая сторона все повороты все повороты на этой трассе левые и у нас правая сторона стирается прям видно уже такая оранжевенькая причем до передней колеса больше передняя правая а меньше всего страдает задняя левая все блин верно так даже если у нас супра финиширует второй 15 19 очков будет преимущество ну слушайте 19 очков это практически две гонки в чистую а с учетом того что мы здесь очков не набрать вообще не можем мы за эти две гонки наберем как минимум два очка соответственно две гонки у нас уже есть преимущество соответственно это 6 надо еще 7 8 продержаться не спустить очковый наш баланс так последний круг смотрите кого ух как у нас переднее право это стерлась уже аж красная ну ничего средний поворот последний поворот и коса гор крепче за баранку держись все да отлично ну смотрим ох ты да еще и зиксель красавец ты мой да а то 5 чё это с ней случилось блин неужели на резину покоцала хотя не осмотреть там две десяток всего отрыв между вторым и пятым местом отлично спасибо спасибо супра за такой подарок 56 на 33 19 у нас блин 23 очка сейчас преимущество обалдеть обалдеть 23 это уже вам практически заявка на победу даже как-то немножко грустно что она так рано сдулась но даже это еще не победа потому что у нас еще целых четыре гонки впереди так среди них там будет и токио в обратку правда она будет последний по моему не надо до токио по любому надо выиграть штамп в токио я могу и последний финишировать блин в обратку там так это чё у нас это по моему то я прикат хилл прямо причем по моему прямо до прямо если прямо то хорошо поехали но вы прикат хилл я тоже не очень уверен потому что это что-то наподобие будет вот митфилда вроде бы наша трасса но вопросы могут быть не знаю не знаю тут как есть много скоростных поворотов так есть и медленные такая трасса загадка тихо 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 ребята sky sky пустите меня пустите меня сразу за моим соперником тихо не пытаемся фэрплей ребят фэрплей ай-яй-яй вот это тоже нельзя делать стоит блин тут залезть на да блин да я внутрь залезу хорошо тут в общем прям как будто засасывает если задел песок то все а чё-то мы режем а супра и прям я тоже срезал но я это не так сильно как ты фигасе так что-то она разозлилась она тут вознамерилась наверно отыграться по крайней мере она здесь на голову сильнее остальных никто у нее тут очки не отберет кроме нас поребрики ребята блин кто будет на мерседесе ехать избегайте поребриков на средних передачах даже не на средних она более низших вторая третья передачи даже на 4 иногда он прям поребрики себя очень нестабильно ведет продолжает резать ладно режь в принципе то что не запрещено да то разрешено раз штрафа не дают можно резать да еще немножко вернусь к как раз противостоянию сереге сироткина и перца там чё собственно многих то еще выбесило даже не сам факт то что перес пытался выбить серегу а то какое ему за это наказание дали то есть это по сути в автогонках это самое серьезное нарушение до то что ты намеренно пытался выбить человека причем там скорости были приличные в тот момент то есть это даже уже тут речь о безопасности до уже о здоровье о жизни может быть даже немножко какой-то степени то есть намеренно даже не как сказать не выдавливание а выбивание там был прямо удар движение было это не то что он потерял машину это было не на выходе из поворота это было на прямой совершенно абсолютно намеренное действие осознанно но может не совсем осознанно в пылу борьбы но тем не менее ух ты да ладно я думаю что кто-то у меня тут жужжит как-то не обращал внимание ничего себе ну и в общем перцу дали проезд по питлейн проезд по питлейн в младших формулах год назад за такой же маневр что пытался там димбонщик любить другого дисквалификацию дали на год на год дисквалифицировали пилота за такое понятно младший форму это как детский сад и там по сути это как на будущее да но здесь извините тоже взрослые ребята уже гоняются ну то есть я не знаю за такое по идее надо черный флаг давать дисквалификацию до борьбу мы любим но когда вот такое потому что ну там можно вспомнить конечно шумахера в хересе 97 да он тоже пытался вильнёва выбить абсолютно намеренно и понятно там была борьба за титул они боролись за победу это была последняя гонка сезона и а здесь там за какое-то там они в тот момент боролись я не знаю 12 место вот но так тем более чё ты так и пишешь что пишу ешь будь хладнокровнее далее самому сироткину кстати в гонке тоже потом дали штраф но там за блокировку хардли ну там тоже он как бы да получается как бы провез его по повороту да ну там он машину потерял у него уже резина была полностью убита тот момент и то есть это это было не намеренно вот тут точно как намеренно да провез да ну наказание дали дали 5 секундный штраф и дали два балла два балла вы представьте два балла которые 12 их набираешь тебя дисквалифицирует пересу дали 3 за то что он его намеренно блин пытался выбить страз и просто самое жесткое такое нарушение и за то что человек ну провез чувака причем там до аварии не дошло дали одному два другому три ахренеть просто ну то есть судейство там конечно просто заплевали закидали там гнилыми яблоками помидорами вот ошметками резины просто маслом их надо залить бочку вообще с топливом посадить пускай посидят странно короче судейство такое судейство вот реально двойные стандарты просто наглядно прям видно что кого-то не наказывают вовсе а кого-то по всей строгости так ну что же вот все таки отыгралась правда чуть-чуть 4 очка но тем не менее 19 до не могу сказать что это какая-то трагедия в общем то хорошо что мы еще зикселя не пропустили а то такое преимущество можно я говорю за пару гонок и растерять вовсе три гонки осталось 19 очков комфортно и очень преимущество ничего не скажу но все равно так это чё за трасса что я понять не могу чё за чё за трасса такая реально а гранд воли что ли в обратку а я меня освещение что с толку сбила по моему светлее на гранд воли не так это самое ну ладно гранд воли в обратку это наша стезя наша стихия надо брать быка за рога и оформлять титул здесь я не помню что там за предпоследняя гонка последняя точно помню что это токио будет а вот предпоследняя вполне может быть что что-то типа дип форест или трилл маунта потому что сиэтла тут нету а r11 r11 будет предпоследний не 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 r11 там большая вероятность того что я не смогу выиграть поэтому черт возьми надо выигрывать здесь две последние трассы ой под каким большим вопросом если сейчас потерять очки здесь на r11 можно даже вторым не смочь приехать и потом токио где тоже все совершенно не факт надо блин брать очки пока есть возможность но чё то чё то пока как то странно а вот чё мы когда едем в обратку мы едем на солнце да а когда едем прямо она у нас как бы где-то там за спиной либо сбоку и его мы не видим поэтому меня освещение и сбила с понтолыку хотя нет по моему вообще освещение другое здесь странное какое-то чувство что совсем другая трасса так меня радует что они вот такой плотный очень гурьбой едут вот чё то есть спокойно 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 тихо тихо и что супра там далеко не первое это прям хорошо тихо 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 блин чё то в обратку давно я видимо по грандволю просто в обратку не ездил чё то я не могу к ней приноровиться толком да ёлки палки соник соник колсоник отвали ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй тут на полном газу хрен пройдешь ёлки палки ёлка-палька ёлка-палька нет только не развернуться это прям вообще беда будет блин тут солнце в глаза светит стремненько дай слеп стриму дорогуша воу у меня в хвосте тоже кто-то сидит слушайте ну чё то я от грандволя не ожидал такой напряженной борьбы блин главное хотя бы супу пройти чёрт возьми хоть какие-то очки у неё отыграть да куда ты нахрен завёз всё таки в стену а вот урод прямо в жопу въехал блин третий круг блин как всё таки трасса преображается когда ты по ней в обратную сторону едешь это далеко не очевидно что если ты всех подряд выигрываешь на какой-то из трасс дай тебе по ней в обраточку прокатиться что ты так же легко всех дрюкнешь и вообще хоть кого-то дрюкнешь вот этот поворот коварный кажется что можно тут газ в пол держать нет тут в конце раз и вылетаешь на траву да так где супра лидирует nsx чё себе я говорю он преобразился после той гонки где он пришёл третьим спакуха так вон она вон она с дикселем сражается так еще два круга хорошо хоть под разъехались они там в такой куче просто ехали запинали меня там как гопники какие-то ого так прошла прошла да что ты будешь делать что-то вообще это шикарно блин не могу не приноровиться она очень медленно причем двойная там надо между первой частью и второй чуть-чуть газа поддать блин в этот момент меня чуть все время там разворачивает еще я не пинаю ужасное место просто кошмарно в обратку блин она там гораздо сложнее спокойно не резина еще хорошая перегазовал так опять что-то все блин группируются потихонечку да хорош мне диффузор дырявить вы чё так нужно третье место выбралось что блин сволочь так и днс икса вон доберется давай там прибавлять слышь вроде отрыв такой был слабый у чё кто из нас сильнее ты да немножко я понятно да блин так спасибо вот чё творит а прям сдвигала меня воу ты чё с ума сошел чё то я облегчился просто килограмм на триста что ли меня как пушинку просто сдвигали сейчас одна сначала второй так иди вон так это последний круг да и нсх сейчас не главное совсем не главное сейчас главное пацанов да чё такое то аааааааано блин передняя резина в говно ну не в говно но вот сейчас да На последнем круге уже чувствуется, что подсела. Я даже здесь не могу вырулить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Кошмар, 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 кошмар. Да куда тебя нахрен? Куда ты? Куда? Это провал. Твою ж мать, а. Блин. Просто в последнем повороте слился. Где? Где она? Где она? Вторая. Капец. Ужас нахер. Вот надо было... Вот, блин. Синица в руке. А не журабль в небе, блин. Надо было брать синицу. Сам, блин, полтрассы говорил. Надо аккуратней, надо аккуратней. За NSX-ом не гнаться. Я за NSX-ом и не гнался. Блин, я что-то за состоянием резины не уследил. А-а-а. Да, это первая гонка, где у нас вот такая оранжевая резина. Кстати, на Гранд Волле у нас тоже так же она и была. Блин, очень абразивная трасса, оказывается. Я пропустил этот момент. Черт, теодири, а. Я на последний круг поехал и стал... Ехал точно так же, как на всех предыдущих кругах. А резина уже не могла этого позволить. И я это поздно понял. Но все равно, черт возьми, до последнего поворота были шансы приехать даже... Даже вторым. Ну хрен с ним третьим. Я пытался там за каким-то хреном пройти супру эту. Ужас. Это вот называется, что адреналин, когда кипит, ты полностью не отвечаешь за свои действия. Это вот только что мы с вами за половину серии об этом разговариваем, блин. О том, что... А, в общем, о перцах, о Сироткиных и прочих, что когда, блин, идет борьба, уже просто на инстинктах валишь. Есть инстинкт убийцы. Надо было супру проходить. И хрен с ним, что логичнее было бы остаться позади. Но был же шанс атаковать. Значит, надо атаковать. Р-11, ребята. Р-11. Я что-то даже не посмотрел, сколько у нас там очков преимущества. Ну, конкретно сократилось. По-моему, 14, да? За две гонки до конца. По-прежнему это хорошее преимущество, но... На Р-11 я вообще ничего не могу гарантировать. Черт его знает. Непонятно, какой тут асфальт будет. Как себя поведет Мерин. Как, блин, я себя поведу. Потому что это тоже, оказывается, важно. Ой, блин. Кошмар. Так, ладно. Не надо брать себя в руки нахер. И ехать в полную силу. Но аккуратно. И брать столько очков, сколько можно. А не столько, сколько хочется. Медленная. Она же медленная, чертовски. Это самая неподходящая трасса для нашего Мерседеса. Так. Кто лидирует? Вот что. Блин, да ну нахер. Супра лидирует. Я что-то думал, что может она вон там третья идет. Нихрена. Да блин. Давай без сносов, а. Хотя бы. Это у нас резина еще. Абсолютно свежая. Ой, блин. Нервная, нервная будет концовка. О, она в отрыв там пошла. Трындец. Но даже соперников тут нету нихрена. О, она в отрыв. Ну что ты, НС-Х. Что-то он все время последний вот этот НС-Х. Почему он настолько хуже, чем... Сейчас вот буду с ним бороться, отстану от тех товарищей. С дрифтом. Так, кто у нас там следующий? Колсоник. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень плохо, очень плохо. Держу трассу. Иди в пень. Да ты чё? Тихо, 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 тихо. Ребята, я тут... Помолчу, с вашего позволения. Очень... Нужна большущая концентрация, чтобы тут ехать... Более или менее, хотя бы в темпе. Тихо, не Cambция. Третий круг уже Третий круг уже Третий круг уже Так, тут что, два Sky борются между собой Фу, ну блин, четвертый круг Вроде резина пока держит Вот что радует Главное, чтобы на пятом резко не сдала Так Так, выбираем потихонечку Очковый дисбаланс Держись, главное, чтобы резина сейчас не сдохла Так, это лидирует, мы четвертый Сколько там за четвертое место, три очка Ой, какие три очка Ладно, хер с ним, не важно Ай-яй-яй-яй, закосячил Блин, этот подобрался, урод Да ты, блин Заколебали вы, блин У меня там диффузор уже весь дырявый Блин, что, резину так сберег, что ли? Так, подсбросили А, вот здесь уже не могу газ в пол проходить, блин Эх ты, накатил опять Так, ну что? Ладно, имеем, что имеем Четвертое место Ох, блин Вот реально, самая сложная гонка пока была Вот это даже НСХ, смотрите, как взялся, а? Второй Так, ладно, хрен с ним, с НСХ Че, по очкам А, ну да, три очка, все Еще семь отыграло Это капец И, по-моему, было 14 Семь очков Предпоследним этапом Токио, блин 56, да, 59, 7 очков Ну блин, это лучше, чем было бы Три очка, конечно Это, блин, гораздо лучше Это хорошее отставание Но и оно ни хрена, блин, не гарантирует Если будет такая же гонка, как на Грандфолле И все Очень не хочется мне этот чемпионат перепроезжать Прям вообще не хочется Надо Надо брать победу Так, ну сейчас Токио Причем в обратку будет Насколько я помню Ух Вот это финальчик, да? Да Токио В обратку Десятая гонка, ребята Десятая гонка Сколько? Мы уже с вами час сорок едем Кошмар Под два часа будет Фух Сейчас Ух Перед последней гонкой Ну здесь Блин, я не знаю Хочется, конечно С одной стороны Победить Любой ценой Да, красиво Закончить Чемпионат Но Это опасно Это, черт возьми Опасно Сейчас будем Короче, по ситуации действовать Смотря где будет Супра Если она будет Конкретно лидировать Надо просто брать Те очки, которые Которые нам позволят Выиграть Чемпионат Фух Ладно Поехали Финал Шампанское В любом случае Уже готово Ой Ну хорошо Стартовали Хорошо Первый круг Пристрелочный Хотя бы Я надеюсь Здесь Проблем с резиной Не будет Все-таки Городской автодром Уже поняли Что Резина По-разному Везде стирается И В городе Как это И должно быть Она стирается Меньше Надеюсь Что Так же Будет И здесь Ай-яй-яй Поребрик Вообще На высоких Поребриках Очень опасно На средних Передачах На пятой Да Уже Можно Валить Там Любой Поребрик Схавает А вот Вторая Третья Ни хрена Ай-яй-яй-яй-яй-яй Плохо То лидирует Так То конечно Супра Блин Еще Может Лидировать Ну а Как же Ага Всей кучей Нифига Не всей Она там Впереди Этой Кучи Да Блин Слезьте С этого Поребрика Нифига 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 Блин Блин НСХ Ты че ж там Такой Медленный Нифига Чуть В него Не уткнулся И меня Тогда Развернуло Ух, там заруба какая. Не уютно, Мерседес. Не уютно в Японии. Не уютно. Не уютно. Не уютно. Не уютно. А что, пацаны? Пропустим немецкий автопром вперед. В качестве рекламы. Ой-ой-ой, что я рано начал тормозить. Блин! Тихо-тихо-тихо-тихо. Эти поребрики понаставили тут, понимаешь ли. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я ждал этого от тебя. Ой, ошибся опять. Ух, еще и вдвоем пролезли, его дают. Ох, сейчас там скоростная связка будет. Жесть! Тихо-тихо-тихо-тихо. Ух! Блин, последний круг. Каждый круг как война. Ой, хорошо. Ха-ха! Пойдет, вообще нормально вошел. Прям чувствовал. Так, тихо-тихо-тихо. Поребрики не трогаем. Ать! Смотрите-ка, а ведь это лидер. Путь он не ладен. Ой, жужжат сзади. Ой, жужжат. Прям капец. Ладно, езжай. Не буду я тебя трогать. Я уже на эти грабли наступал. Я уже на них не то что наступал, я уже на них танцевал. Ух! Ладно, финишируем вот так на хвосте. Ху! Отлично! С лучшим кругом на последнем. Резина выдержала. Нервы выдержали. Ой! Техника выдержала. Ох! Фух! Очковый баланс тоже выдержал. Ха-ха-ха. Не просел. Ой, самое главное очко выдержало. Ха-ха-ха. Не сгорело полностью. О-о-о! Все, я, блин, опустошен. Ха-ха-ха. Вот это чемпионат. Кто-то мне говорил в чемпионате GT Car Championship не такие зверские оппоненты. Фух! По-моему, оппоненты точно такие же. Ни больше, ни меньше. Ну, по крайней мере, машины те же. Поэтому, я думаю, едут они абсолютно одинаково. Фух! Да даже лидер тот же. Там тоже у нас вчера. Кто там? Супра наяривала. Да! Вот это да! Последние две гонки... Да последние три гонки! Просто жесть! Напряг такой. Все из-за, по сути, одной ошибки вот на грандволе. Вот финиширую я тогда... Даже позади... Сразу супры... А на каким-то вторым... Вот третьим, даже четвертым. Все, не было бы такого напряга в конце. С другой стороны тоже круто. В такой напряженке поучаствовать. И выиграть самое главное! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Отлично! Где ты, гадость, посмотреть на тебя последний раз? Так, ладно. Нам сейчас должны насыпать кучу бабла. За такой чемпионат, я думаю, не меньше полтинника должны. Нам отсыпать и какую-то... Наверное, вот какую-то из этих машин. Ну, то есть... Рокс сказал, что именно машина класса GT500 будет. Значит, что-то из этого. Ладно. Поехали. Точнее, пошли теперь. Смотреть. Получать призовые бабки. Да! Сто пятьдесят тысяч! Ха-ха-ха! Полтишок! Что-то я поскромничал. Я еще такой думаю, возьму чуть меньше, а то это... Скажем, что-то ты охренел. Сто пятьдесят косарей! Смотрите, у нас полляма. Мы себе даже уже купить можем какую-то прям такую хорошую машину. Не прям самую крутую, но... Конечно, покупать мы ничего не будем. Нет, нет, это я так. Так, ну... Выбор без выбора. Да. О! Денса Супра! Ха-ха-ха! Я старался выиграть что-то вот отсюда. Супра! Там, по-моему, был... Стоял... Скайлайн какой-то. Но... Вся эта хрень не работает. Ладно. Нормально. Супрочка. Ну, как я и говорил, то, что нам здесь дадут, то, что мы выиграем, на этом мы, значит, поедем в чемпионат GT All-Stars. Так что, вот, мы сами себе выиграли тачку, надеюсь, победную, которая затащит GT All-Stars. Просто шикардос. Смотрите, первые там победы, победы, победы. Потом, видите, второе место. Вот здесь, да, если бы мы выиграли, они слились. Блин, 72-тысячных. Ух! 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 Потом еще три победы, да, после этого. Уже там отрыв был колоссальный, уже казалось, все! Все! Все шикарно! Ну, тут, бам, осечка, тут вообще провал. Тут вытащили очки просто на зубах. Ну, и здесь, да, концовка просто тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Четыре гонки подряд. Ну, зато было, блин, напряженно и интересно. Ой! Сколько мы уже с вами тут? 1.50. Охренеть! Гоняем! Так, 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 где тут? My home? Garage Denso Sart Supra GT JGTC Вот такое название! Отлично! Просто шикарно! Supra это классика, черт возьми! Могли, наверное, здесь и NSX дать, могли и Sky дать. Вот. Ну, понятно, что в разных там цветовых схемах, спонсорских наклейках. Тут, по сути-то, больше и нету. Класса GT500 ничего. Все мы уже видели сейчас в качестве соперников. Ну, что же. Вот. 464. Видите, лошадиные силы. Вот. Где ее характеристики? 464. Вес. Вот он, да. 1100. Ну, видимо, я так понимаю, это минимальный вес все-таки. В GT500. Вот. А у нас показания 465 сейчас лошадей и вес 1000, да? На ЦЛК. Ух ты, нифига себе, даже у нас мощность, смотрите, упала. То есть, масло за эти гонки у нас загрязнилось и у нас мощность упала до 459 лошадей. Вот так вот. Да, и вес тонна. В8. Безнадувный. Type FR. Понятно, что длина, ширина, это тоже все регламентировано. Может быть, тоже какие-то различия в этом есть. Давайте посмотрим теперь на Тойоту. А, здесь у нас другая совсем схема двигателя. Тут у нас четырехцилиндровый, рядный, да? Но турбированный. Вот так вот. В GT500, короче, да, турборазрешено, значит. Турбированные двигатели. Но мощность за счет этого такая же. Угу. Ну и вес чуть-чуть больше. Прикольно, прикольно. Ну что, спасибо вам большое, что смотрели такую длиннющую серию. Надеюсь, что борьба вас не разочаровала. Очень было, конечно, круто. Так, давайте наш победоносный ЦЛК включим. Вот. Вот он, собственно говоря, чемпион-победитель. Затащили. Шикарненько. Блин, ну следующая серия. Да все, по сути, оставшиеся серии. Ну как, не оставшиеся, а по крайней мере в этом. В этой лиге будут вот такими. Все чемпионаты у нас остались по десять трасс. Ну что, ладно, давайте прощаться. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слово Об Играх. Всем до следующей серии. Пока-пока. Все, идем отдыхать. Пить шампанское.